Уже второй год подряд в нашем городе вводится карантин по беженству. В этот раз он продлится с 28 июня по 29 августа. Об этом заболевании ходит много слухов и домыслов. И только один факт остается неоспорим. Как только появились первые симптомы у животного или человека, летальный исход наступает практически в 100% случаев. Наш город находится на территории Мордовского заповедника. Очень часто на дорогах и в лесопарковой полосе можно встретить лосей и лис. Трупы последних недавно были обнаружены в районе Маслихинского моста и профилактория. Все эти животные погибли от бешенства. К сожалению, вирус бешенства не искренним из зоны. То есть если он к нам пришел, как год назад, то теперь, скорее всего, карантин по бешенству у нас будет регулярный. Если не будет проведена работа по контролированию поголовья лис, это будет у нас головная боль на долгие годы. Лис редко нападают на людей, в отличие от собак. И если домашние животные по закону Российской Федерации должны быть в обязательном порядке привиты от бешенства, то бездомные в этот период становятся главным источником опасности для человека. Факторы передачи бешенства в 95% это ослюнение бешеным или животным, находящимся в стадии, как говорится, в инкубационном в последние 10 суток перед появлением клинических признаков, либо раны, либо кожа, либо это сам факт покуса. Бешенство у человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которого зависит от срока обращения за медицинской помощью. Чем раньше начат курс вакцинации, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевания. Лечения бешенства нету. То есть, если вы заболели бешенством, вы умерете всегда, как и животные, как и люди. Только профилактика, вакцинация своевременная. Если вас вкусил и бешеное животное, своевременная вакцинация считается не позже 12 часов от момента покуса. Чем дольше дальше время идет, тем шансов того, что вы не погибнете, кажется, меньше. Бешенство не зря еще называют водобоязнью. Гидрофобия – один из главных признаков заболевания наряду с обильным слюноотделением и изменением поведения. Но если люди в большинстве своем становятся буйными, то животные, помимо проявления агрессии, могут, наоборот, стать чрезмерно навязчивыми и ласковыми. Также для животных характерна осиплость или полная потеря голоса. Заканчивается заболевание параличом дыхательных мышц и смертью. Опасность бешенства еще и в том, что симптомы проявляются не сразу. И животные, и человек могут долгое время выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровыми. Не надо большой ранки. Достаточно просто собака или кошка или какое-то полудикое животное чуть-чуть прищемило, повредило кожу. Как говорится, вирус попал. Человек палец промыл, перебинтовал и забыл об этом. А через несколько месяцев он себя начинает уже не очень хорошо чувствовать. Если он уже начал себя плохо чувствовать, он уже обречен. То есть его уже вылечить невозможно. Обычно лисы не идут на прямой контакт с человеком и при малейшей угрозе скрываются в лесу. Поэтому, встречая рыжего зверя, многие сразу хотят покормить его или сфотографировать. Если вы видите адекватное животное, которое относительно нагло лазит по мусорным ящикам, поедает оставленную еду, то такое животное не всегда будет бешеным. А если это животное идет, как говорится, нагло, как говорится, на вас, либо оно, как говорится, дергается, слюнотечение, это уже вообще, как говорится, крайняя стадия. Если у животного, у любого, не только у лисы, какое-то неадекватное поведение, уйдите в сторону, не нарывайтесь. Потому что у бешеного животного, оно может казаться абсолютно здоровым с виду, ну, как говорится, и проявить агрессию в самый последний момент. Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свои контакты и доставьте собаку или кошку для осмотра к ветеринару. Помните, что владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение правил содержания животных. Не пренебрегайте профилактической прививкой от бешенства для своих питомцев. К тому же сейчас ее можно сделать абсолютно бесплатно в ветлечебнице на Кирова 21.